Здравствуйте! Новости нашего города о самых заметных событиях дня. На Ямале новый главный федеральный инспектор. Им стал Александр Емохин. Его кандидатуру во время заседания правительства региона представил заместитель полномочного представителя президента ВУРФО Борис Кириллов. Емохин родился 7 ноября 1973 года в Надыме. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. Затем, вплоть до 2008 года, работал в ямальских органах прокуратуры. С апреля 2008 года являлся прокурором Надымского района. Как человек, родившийся на территории Ямала и всю жизнь проработавший здесь, осуществляя надзор за соблюдением федерального законодательства и защиты прав граждан, я имею реальное представление о существующем регионе проблеме. Несмотря на все сложности, Ямал-Невский автономный округ бесспорно является одним из ключевых экономических центров России. Здесь реализуется целый ряд крупнейших промышленных и инфраструктурных проектов, в том числе связанных с освоением арктических территорий. Усилиями моих предшественников совместно с руководством автономного округа создана достойная база для успешной реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации. Землю под долгостроем обложат повышенным налогом. Если через 10 лет после приобретения земли под строительство загородного дома на ней не появится хотя бы сарай, то налог за участок увеличится аж в 5 раз. Для недостроенных многоэтажек и домов на землях, предоставленных бесплатно, условия будут более суровые. Такие поправки в налоговый кодекс предлагает Минэкономразвитие. Через два дня завершится их общественное обсуждение. Законопроект не предусматривает исключения ни для кого. Так, по данным Росреестра, на начало этого года в собственности россиян находилось почти 5 миллионов участков, на которых не было никаких признаков готового жилья. Интересно, что сейчас большая часть российской земли принадлежит государству. Это свыше полутора миллиардов гектаров. 121 миллион в собственности у граждан, и лишь 12 миллионов гектаров принадлежат юридическим лицам. Несмотря ни на какие сложности, ямальцы верят в светлое будущее. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Так вот, 60% респондентов уверены, что в дальнейшем жизнь будет лучше. Треть считают, что ничего не изменится. Примечательно, что на вопрос, одобряете ли вы деятельность губернатора Ямала, 84% опрошенных ответили положительно. В поддержку президента России Владимира Путина высказались 95% ямальцев. Больше 20 миллионов россиян могут оставить себя без пенсии. Власти потеряли 22,5 миллиона трудоспособных граждан. Никто достоверно не знает, где они и чем занимаются. Эти люди не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в пенсионный фонд. Если в ближайшее время не объявятся, то на старости лет рискуют остаться без пенсии. Эта проблема обсуждалась на совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Она поставила задачу как минимум на треть снизить долю населения, не занятого в легальном секторе экономики, и вывести из тени как минимум 10% серой заработной платы. В этом случае страховых взносов будет собираться на 311 миллиардов рублей больше. Минстрой России подготовил проект постановления правительства, продлевающий на один год летнее время для расчета стоимости электроэнергии. Проект уже отправлен на согласование Минэкономразвития, Минэнерго и Федеральную службу по тарифам с просьбой рассмотреть его в приоритетном порядке и в трехдневный срок предоставить свои отзывы. После согласования с заинтересованными ведомствами документ будет официально внесен в правительство. В целях защиты законных интересов потребителей коммунальных ресурсов а также недопущение роста социальной напряженности разработанным проектом правительства предлагается установить период продолжительностью один год, в течение которого должны быть осуществлены действия по перепрограммированию приборов учета. Предусматривается, что в течение данного периода показания неперепрограммированных приборов учета продолжат применяться при расчетах с применением дифференцированных по времени суток тарифов, поясняет замглавы. Тепловик опять может остаться без тепла. Поставщик ресурсов в очередной раз колеблется, подавать отопление в гаражный комплекс или нет. Вся проблема по-прежнему в долгах. По данным Северной энергетической компании, общая сумма, которую тепловик задолжал поставщику, уже превысила полтора миллиона рублей. К слову, поставщики уверяют, что помимо долга в гаражном комплексе в этом году не проводились и промывочные работы теплосетей. Напомню, кооператив уже как-то оставался без отопления в апреле этого года. Как решится ситуация на этот раз, неизвестно. Стройка – залог процветания и в то же время недовольство жителей. Каждый раз появление забора техники на территории сопровождается скандалами и разбирательствами. Ситуация с микрорайоном и не исключение. Что стало камнем преткновения, выясняла Юлия Димова. В 8 утра дети идут в школу. Правда, для некоторых родителей эта процедура совсем не залог начала хорошего дня. Наталья Макарова вместе с ноком выходят за полчаса до начала уроков. А ведь школа практически через дорогу. Привычный спокойный уклад жильцов дома «Космонавта-21» нарушила очередная стройка. Здесь стройка у нас. Дальше она заканчивается стройкой же. Вот так вот еще одна стройка. То есть в эту сторону дороги нет. Школа через дорогу у нас. Здесь дворы. Там все загорожено. Ну а с другой стороны, немаленький магазин. И недовольство такими каждодневными обходными путями к школе выражают все жильцы. А представьте, с деревяшек идти детям. Там все перегорожено. А зима начнется. И там вообще не пролезут. И все надо будет идти до пешеходного перехода, перейти, потом уже идти в школу. Да. Дети страдают, и маленькие обмораживаются. По холоду перец в такую даль. И даже вот нету нигде детям поиграть, где выйти. Это что такое? Так дороги же нет. Сделали бы тут детскую площадку. Нет, они тут дом. Мало того, что нам вот эту канализацию поставили вонючую. Вот это, что монетку стали строить и вот эту вот поставили. Еще вот нам тут ничего. И платим такие деньги. Это что такое? Нет в микрорайоне и места даже для детской площадки. Радует лишь это, которую сделали сами детишки, не желающие мириться со сложившейся действительностью. Способ оригинальный маленький. Вот туда подлазить, а портфели перекидывают. Пока родители не видят, конечно. А повзрослее вот по трубе туда перепрыгнуть. Ну там высоко. Это вот до первого какого-то происшествия серьезного, наверное. А потом будут думать, что с этим делать. Обращались и в суд, и в прокуратуру, и даже к президенту. Пока ждут ответа. В городостроительном же отделе города говорят, все законно. Есть и утвержденные схемы. И в соответствии с планом межевания, эта зона изначально была запланирована под застройку многоэтажного дома. В данном случае застройщикам были представлены полный пакет документов. Кроме того, представлено, ну данный объект по своим характеристикам является подконтролем госстроенадзору. В связи с чем была предоставлена государственная экспертиза проектной документации, которая в том числе подтверждает соответствие проектной документации требованием технических регламентов. То есть никаких нарушений законодательства, либо интересов жителей ближайших домов. При этом строительство не нарушается. И чтобы решить проблему с внутриквартальными проездами, необходимо делать перемеживание всей территории. А это дело не одного дня и даже не одного года. Буквально через неделю, как видите, уже выпал снег, жильцы сообщили нам, что для них открыли проход прямо через стройку. Правда, здесь передвижной кран. Скорее всего, такой маршрут – это инициатива самих жителей. Вряд ли бы строительная компания допустила это. Так и есть. Жильцы Мериса со сложившейся ситуацией не хотят и решают проблемы по-своему. В результате страдает и застройщик. Поубирали, да. Мы раз замки повесили, убрали. Ну, чисто сбили. И так делится строитель уже третий раз. Выбивают и стекла в технике. Поэтому с открытыми воротами спокойнее. Правда, через неделю завершится подключение строительной площадки к электроэнергии, и ворота снова закроются. Решение этой проблемы видится только одно. Правда, оно вряд ли реализуемое. Так как все территории микрорайона и придомовые, то и заниматься их обустройством, в том числе прокладкой дороги, должны сами собственники. Стоянки для автомобилей, детская площадка, площадка для взрослых, контейнер под мусор. А это как раз и схема строящегося дома на космонавтов. 26 октября 2015 года она окончательно воплотится в реальность. В день, когда, пожалуй, все вздохнут спокойно. Юлия Димова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова